дорогие мои друзья всем здравствуйте с вами естественно ильичов антон и я не один мы опять встретились с владимиром и он проведет сегодня экскурсию нам необычу по ваганьковскому кладбище да владимир необычный заплетись и плетень заплетись а завернись а труба золотая выгадайся кума молодая выходила отушка с малыми сейчас дорогие друзья нам владимир расскажет всю правду о захоронении валентина амфитеатрова и так дорогие зрители мы с вами пришли на могилу валентина амфитеатрова я на ваганьковское кладбище хожу очень давно и поэтому разные люди рассказывают разные истории об этом амфитеатров и на самом деле амфитеатров служил в московском кремле в архангельском соборе и своими проповедями он завоевал большой авторитет авторитет среди прихожан и когда он умер его похоронили в этом месте в этом месте существует предание что когда он незадолго до смерти он сказал ройте мне могилу на глубину 4 метра чтобы следующие захоронения не тронули мой прах а поверх меня лягут войны вот ну я не знаю конечно на 4 метра на глубину могилу не выиграли но его похоронили вот в этом месте в 1941 году когда на этот участок упала авиабомба то она снесла несколько могил вот в том числе и могилу амфитеатрова и тогда в этом месте стали хоронить солдат красной армии которые умирали в госпиталях вот но те люди которые помнили где находилась могила амфитеатрова они приходили в это место ставили свечки клали цветы и таким образом почитали этого человека вот ну вот пожалуй и все что можно а здесь недалеко от него похоронена его дочка дочка нет дочка замуж не вышла и она так и ушла из жизни без семьи тут недалеко она похоронена почему две могилы ну тут одна была чисто символическая потому что тут это самые войны советской армии были вот другая была якобы настоящий вот тут вот она настоящая да 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 а это как бы это муляж муляж и еще одна могила около храма находится тоже его да тоже его а где дочка похоронена ну пойдем покажу а вот мы пришли на могилу дочки амфитеатрова вера валентиновна она умерла в 1948 году вот вы видите ее могилу могилу посещают не забывают правда меньше посещают чем самого амфитеатра но тем не менее могила пользуются популярностью мы с вами пришли на могилу поэта песенника фатьянова мы его хорошо знаем по его песням вспомним же его песни давно мы дома не были вспомним песню соловьи соловьи не тревожьте солдат вспомним хороший фильм весна на заречной улице где тоже звучат его песни этот поэт песенник прожил всего-навсего 40 лет умер он от инфаркта и здесь вот похоронен обратите внимание даже на надгробие это слова из его песни вы видите захоронение бывшего министра внутренних дел щелокова щелоков был министром внутренних дел во времена леонида ильича брежнева здесь похоронена его жена довольно таки молодая и правее похоронена его мать вот у него остался сын игорь вот жил он в том самом доме на кутузовском проспекте где жил и леонид ильич брежнев вот вы видите эту могилу надо заметить что когда его похоронили сюда приходили некоторые люди и так сказать глумились на надгробиями на надгробиям а это надгробие было и в чернилах и то и сё и поэтому вот сделали такую эту защитную крышу из сетки вот ну а так как прошло много лет вы видите даже калитка сейчас открыто мы с вами пришли на на могилу родителей знаменитого летчика героя советского союза гастелло гастелло как вы знаете в первые месяцы войны великой отечественной совершил таран на колонну бензовозов таким образом и сам погиб и взорвал колонну бензовозов надо заметить что он летал на бомбардировщики а как правило на бомбардировщики летала как минимум три человека и вот вы видите какая несправедливость гастелло как командиру самолета отдают честь а двух других людей которые вместе с ним таранили этот самолет забывают в сокольниках сохранилась школа где он учился на школе висит мемориальная доска кроме того в этом районе поставлен бюст гастелло а дом в котором он жил он был деревянный этот дом снесли вот пожалуй все мы пришли на могилу с фасмана с вас он был дирижер организатора оркестра аранжировщик несколько поколений помнят знаменитую песню неудачное свидание я хочу вам напомнить эти слова песни и вы сразу вспомните этого композитора мы оба были я у аптеки а я в кино искала вас так значит завтра на том же месте в тот же час мы с вами пришли на могилу березка георгия сергеевича березка георгий сергеевич он был помощником режистера когда снимали фильм мы из кронштадта он был помощником режистера когда снимали фильм если завтра война он был помощником режистера когда снимали фильм первая конная и по его сценарию в 1960 году был снят фильм прыжок на заре вот он был женат и вот жена у него от него ушла и пи пришла к юрию трифонову который написал книгу дом на набережной и ныне его жена является директором музея дома на набережной пойдет поэт друг сергея есенина и рядышком похоронена его жена жена имеет оригинальное имя нимфа полковник хрусталев мы все помним фильм хрусталев машину хрусталевых было два один был шофер берия а другой был телохранитель сталина вот здесь похоронен телохранитель сталина именно этому хрусталеву довелось после смерти сталина отвозить тело сталина в морг и потом оттуда брать анализы и привести анализы обратно берия ну как он погиб как он умер по-разному трактуют владимир спасибо вам огромное за такую чудесную экскурсию спасибо огромное да дорогие друзья пожалуйста давайте поблагодарим владимира спасибо еще раз и мы будем потихонечку с вами прощаться я как всегда хочу вам пожелать счастья здоровья хорошего настроения любите своих близких любите свою семью и будьте счастливы дорогие друзья радуйтесь что мы живые и ходим по земле пока 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 бюджет Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова